Продукт местный, но его качество будет не хуже итальянского. И даже лучше, ведь молодой сыр, кстати, нужно употребить в течение двух суток после производства, что никак невозможно с импортным продуктом. Обычно молодой сыр, с которым мы знакомы, мы используем, применяя его в салаты, применяя его для пиццы, но в основном это салаты. Есть такой известный салат капреза, это классика итальянской кухни, где применяется определенный сорт помидора, моцарелла и соус-пест. Для открытия цеха в наш город пригласили опытного технолога из Европы. Первая попытка изготовления сыра – кустарное, без оборудования. Специалист должен оценить качество сырья, насколько оно пригодно для варения этого сорта сыра. Увиденным эксперт остался доволен. Очень оптимистично настроен, что в принципе пробный вариант, который мы сделали вчера, и мы его еще раз, повторяю, сделали кустарным таким способом, скажем так. Мы очень переживали немножечко по этому поводу. Почему? Потому что мы не знали качество молока, не знали, были без оборудования. И он очень доволен результатом. Произведенный сорт в Италии называют фюрделатте, что переводится как цветок из молока. В отличие от классической моцареллы, этот сыр сделан из коровьего, а не из буйволинового молока. Севастопольские производители также добавили в него козьего для плотности. В рамках производственного процесса бизнесмен организовал козью ферму, которая в скором времени заработает в районе совхоза Полина Осипенко. Там планируют не только производить молоко, но и развивать базу экотуризма. Планы на сырный цех тоже большие. Это будет сыроварня под открытым стеклом. Гости могут видеть процесс или завершение процесса. И при нем будет магазин, в котором наши севастопольцы-крымчане могут приобрести сыр. В перспективе в Севастополе планируют наладить производство от 7 до 10 сортов итальянского сыра. Ирина Саркисова, Виталий Козловский, Севенформбюро.